Ты будешь мне помогать? Здравствуйте, с вами Центр современной психологии «Архетип». Меня зовут Тимур Протский, и сегодня мы с вами поговорим о чрезвычайно интересном человеке. Это адвокат Егоров. Он известен в YouTube, скорее, не своей адвокатской деятельностью, а своими замечательными видеороликами, которые являются ярчайшим просто примером проявления второй физики. В теории психософии, напоминаю для тех, кто забыл или тех, кто не знает, существует такая функция, как физика. Это все, что касается взаимодействия с реальным физическим миром. И, соответственно, эта самая физика может находиться у человека на четырех различных позициях. От самой сильной приоритетной до самой слабой и неприоритетной. И есть функция вторая, когда физика находится на второй позиции, она называется труженик. Люди со второй физикой, как правило, отличаются довольно высокой работоспособностью и адекватностью и умеренностью в своих физических потребностях и во взаимодействии с физическим миром. Если вы не знаете секрет сгибания черемухи по малому радиусу, если вы не знаете, что такое поняга, если вы не знаете, что такое хомутатель и бутылка рез, я вам просто очень сильно рекомендую этот канал. Вне зависимости от того, где у вас находится физика, в принципе, наблюдать красивые проявления работы человека и работы какой-то функции, это всегда интересно, красиво и полезно. Особенно, если у вас процессионная физика, вы можете просто залипнуть на этих видео, я вам просто гарантирую. Итак, чем же занимается этот человек? Он показывает, в общем-то, взаимодействие с материальным миром, в самом естественном проявлении. Он на природе и в том числе у себя в какой-то мастерской показывает, как можно делать красивейшие функциональные вещи, которые по завершению выглядят просто как произведение искусства. Хотя это может быть обычный нож, топор или еще что-нибудь такое. Пару лет назад мне попался его ролик, в котором он делает из старого напильника, такого ржавого советского. Делает в итоге красивейший просто нож, который абсолютно прекрасен. И что самое важное, вот адвокат Егоров, по мере того, как он создает или делает какой-то предмет, он очень большое внимание уделяет деталям. То есть, допустим, он делает рукоятку ножа, он показывает, как именно он ее окрашивает. Что нужно учесть, чтобы там с этой рукояткой ничего такого непредвиденного не случилось. Какие детали нужно учитывать, чтобы она в итоге получилась приятной, удобной, эстетически привлекательной. То есть, очень много таких сопутствующих деталей. Также он в каком-то глухом лесу строит избу, избу адвоката Егорова. И у него там прям дверь, которая на таком шарнире, на навесе, полностью сделанная из дерева, без каких-либо металлических вот этих вот деталей. То есть, это выглядит абсолютно прекрасно. Стоит также отметить, что поначалу канал, конечно же, ну, как и у многих других людей, не отличался супер-эстетичностью. Но, допустим, меня, как белоруса, чрезвычайно согрело своей душевной теплотой такое видео, как увеличить урожай картофеля делением клубня. Я думаю, что всем людям, которые интересуются выращиванием картошки, чрезвычайно приятно и полезно будет посмотреть этот видеоролик. Особенно жителям Беларуси. Большой привет. И, возможно, после просмотра этого видео, если вы его посмотрите на ночь, вам приснится картофельная ботва. Видео, которое есть у адвоката Егорова, они, соответственно, имеют довольно понятное название. Сразу известно, о чём они. Но очень важна сама подача информации и того, как он показывает этапы и детали своей работы. У него есть, допустим, сбор берёзового сока, кленового сока, капельный полив из капельницы. Кстати говоря, я тоже пытался делать давно ещё какие-то автоматические приспособления для того, чтобы сами цветы поливались сами. Но, конечно, там из-за того, что в трубах они достаточно тонкие, в них течёт вода водопроводная, там есть определённые бактерии, которые склонны зацветать, и в итоге трубка забивается. И просто уехать в отпуск, оставив такой поливочный капельный инструмент, конечно же, не получается, потому что нам она начинает зацветать и закупориваться. Вот. Ещё очень клёвое видео у него есть. Я вот сейчас смотрю. Картофель айзимый. Кукуруза вызрела в Ленинградской области. Да, он, насколько я знаю, где-то откуда-то оттуда. Вот что самое клёвое. Вот жесточайшее, просто вам рекомендую. Так, так, так. Омлет, свеча из апельсина. Камуфлированный лук. Вот. Очень клёвое видео. И вообще, интересная сама идея. Камуфлированный лук из ПВХ трубы и его испытания. Очень крутой лук, который реально может использоваться прям для охоты, самообороны. Я не знаю, для чего ещё. Берёзовый сироп. Монеты. Как сделать из советской монеты кольцо красивое. Он прям по этапам показывает, как это всё делается. Ну и, наверное, самая простая вообще штуковина, которая у него есть. Я имею в виду простая для человека непосвящённого и у которого не настолько золотые руки, как у адвоката Егорова. Это бутылка-рез. Вот. Очень удобная штука, которую можно изготовить самостоятельно. И, соответственно, нарезать пластиковые бутылки, чтобы получилась такая длинная лента. При нагревании она потом скукоживается и является очень таким хорошим материалом для скрепления различных деталей. Причём бутылка-рез у него тут в нескольких вариантах есть. Огненная лесная мебель. Это просто красиво и эстетично. Вот. Так. Двустороннее кольцо. Так. Самодельная гребно-парусная шлюпка. Навес в лесу. Ну, у него очень много таких штуковин, которые связаны с походами, с работой с деревом. Всякие приспособления для того, чтобы в лесу, в туристических целях или ещё каких-нибудь применять. Форель на ленту из пластиковой бутылки, как ловить. Самодельный каяк. Скамейка из бревна. Как прогнать кротов вибратором. Я пока не смотрел это видео. Так. Самодельный кузнечный горн из двух ведер. Ну, то есть, если вы, допустим, интересуетесь кузнечным делом, вот, такое вот есть видео. Можно сделать самостоятельно в домашних условиях, если у вас есть к этому предрасположенность, интерес и вообще какое-то желание. Вот. Так, так, так. Самодельный томогавк. Это абсолютно прекрасно. То есть, красивейший такой топорик, как будто он из какого-то голливудского фильма про индейцев. Вот. И он в конце, просто когда уже он готов, это сияющее лезвие. Оно способно, по-моему, привести в эстетический такой восторг. Вот. Так. Самодельная байдарка. Самодельная наковальня. Вот тоже есть для тех, кто там чего-нибудь делает на наковальнях. Походный тент. Миска из тупка из булыжника. То есть, очень красивые тоже такие изделия, как будто бы заводского изготовления. Но на самом деле они сделаны. Просто все этапы показываются, как именно адвокат Егоров это сделал. Это действительно очень красиво. Самодельный нож якут. Вот это вот первый видеоролик, который мне попался пару лет назад. И он очень красивый и впечатляет. И сам ролик, и нож. Вот. Так. Газовый горн самодельный. Лесные тиски из пня. Кольцо из монеты. Еще одно. Хомутатель адвоката Егорова. Это просто, ну, тоже такое самостоятельное произведение искусства. Изба адвоката Егорова. Тоже очень красивое. Отопление палатки. Сейчас у него где-то было еще такое крутое видео. Вот. Шашлык в свече или вертикальный мангал. Я не знаю. Нужно, наверное, обладать какой-то супер-пупер силой воли и самообладанием. Вот попробуйте посмотреть вот это видео «Шашлык в свече или вертикальный мангал» и не захотеть вот попробовать хотя бы чего-то отдаленно похожего на то, что он там приготавливает. Потому что это сам способ, достаточно интересный, я такого не встречал, приготовления. И там именно сам шашлык красиво выглядит. Он очень нестандартный, прикольно готовится. И при этом, по ходу дела, автор видео еще объясняет, какие есть нюансы приготовления. Почему именно вертикальным образом он готовится. И почему именно получается так вкуснее всего. И как происходит тепловая обработка при этом. Топор своими руками, ковка, да, то есть, do it yourself. Зимняя рыбалка. Самодельный топор еще один, тоже очень красивый. Изба, вот, адвоката Егорова. Идеальный распил бревна. Если вам нужно распилить бревно идеально, вот, пожалуйста, есть видео. Двурушная стамеска. Кубический клин. Вот, лесная торцевая доска, тоже прикольно. Поняга. Вот про Понягу тоже месяц назад было видео выпущено. Очень прикольное видео. Вы узнаете, что такое Поняга, как именно адвокат Егоров ее сделал. Чем она отличается от Поняги, которая исторически известна вообще. Зачем она нужна. И вы просто, я думаю, будете удивлены, насколько это многофункциональная штука. Я вообще люблю мастерить чего-нибудь по дому. Мне нравится с мебелью работать и делать всякие такие штуковины, которые как-то в быту упрощают жизнь, делают более удобными обычные какие-то привычные предметы. Практически всегда, если я покупаю какую-то мебель, я чего-нибудь при ее сборке, я всегда мебель собираю сам, стараюсь чего-нибудь туда докрутить от себя. Что-нибудь улучшить, где-то сделать более прочным, где-то предусмотреть какое-то расшатывание, которое может быть, и, соответственно, сделать там какой-нибудь дополнительный уголок. Я вообще обожаю шурупы. Но тут как бы совсем другой профиль деятельности у человека. И в принципе, вне зависимости от того, занимаетесь ли вы такими рукодельными, самодельными вещами, или эта тема от вас чрезвычайно далека, а вы от нее, эстетически приятно и интересно посмотреть на такое видео. И это именно вот вторая физика, потому что так взаимодействовать с реальным миром и показывать все промежуточные звенья того, как человек это все делает, это может быть только вторая физика. Конечно же, не обязательно, что если у вас вторая физика, то у вас как бы автоматически встроено то же самое. Вторые физики могут проявляться по-разному, и это один из примеров, и он очень-очень-очень крутой. И стоит также отметить, что, конечно, по мере того, как канал Адвоката Егорова развивался, закономерно росло и качество самих видеороликов. И мне очень нравится такая медитативность, которую он умеет создать, вот такая атмосфера в ролике в самом. И по мере того, как он чего-нибудь делает, он может комментировать, или вот про избу, которую он делал в лесу, а у него есть видео, там он говорит очень мало, и вы можете просто смотреть, как он чего-то делает, и при этом тишина. Вы слышите, допустим, там шум ветра, или звук работы там вот с деревом, или вы можете слышать там, как ручей какой-нибудь журчит. То есть такие сугубо естественные природные звуки на фоне тишины, никакой лишнего какого-то шума и лишней информации звуковой. Потому что очень часто какие-нибудь видео в интернете, в которых рассказывается пошаговое там делание чего-нибудь, там включают какой-нибудь электронный туц-туц, который нужно заглушать, вот, а тут как раз-таки этого нет. То есть это абсолютно обратный такой подход, и это тоже создает определенную такую эстетику. Вне зависимости от того, физика у вас результативная или процессионная, напишите, пожалуйста, ваши впечатления, как вам видео адвоката Егорова, и какое вам понравилось больше всех. Потому что когда я, помню, начал смотреть его видео, я так залип, что посмотрел почти все. Особенно, конечно, мне понравились те, которые связаны с созданием кованых изделий из разряда ножи, топоры, вот эти вот штуковины. Ну и работа с деревом. Мне, в принципе, с деревом тоже нравится чего-то делать. И просто смотреть на такой уровень, когда человек этому очень много времени посвящает, это особое такое эстетическое удовольствие. Ну и, конечно же, напишите, вдруг кто-нибудь использует лайфхаки адвоката Егорова по увеличению урожайности картофеля. По остальным типам и функциям я вам конкретного чего-то сказать не могу. Самое главное – это то, что это именно вот вторая физика, и это заметно в роликах ярче всего. В качестве такого яркого примера, я думаю, многим будет интересно узнать и интересно посмотреть, как это может проявляться. Благодарю вас за внимание. Увидимся в наших новых выпусках. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok